25 мая как можно использовать открытый интерес для торговой торговой стратегии а заодно и версия 6 мая значит считается что основные продавцы опционов это market maker основные покупатели соответственно инвесторы и портфельные портфельные инвесторы фонды значит на примере того же 6 мая когда произошло падение рынка можно посмотреть по спивай открытый интерес ну соотношение путов колом во первых путку открытый интерес покажет ну ладно пока он тормозит смысл следующий что основные портфельные инвесторы покупатели путов покупают опционы пута для того чтобы хеджировать большие пакеты акций а продавцы и у макмиллана в опционах как стратегическое инвестирование описывается что в основном такие сделки происходят на вне биржевом рынке потому что там опционы более удобны для крупных покупателей они большие то есть специальные по условиям но при этом продавцы банки маркетмейкеры они принимают довольно большой риск на себя то есть продают опционы пут в больших количествах это происходит и на бирже в том числе потому что им все равно надо поддерживать ликвидность опционов они могут хеджироваться базовым активом то есть продают опционы пут и продают тот же снт и так точно также голубые фишки из доу джонса значит тем самым они делают дельта нейтральную позицию но при этом получается что вот если вы говорит про 6 мая что продавая все больше и больше базовый актив они тем самым толкают рынок в общем-то финал как бы логического конца этому нет кроме как закрыть биржу вот у меня версия что кроме обычных маркетмейкеров которые занимаются собственно ликвидностью то есть поставками опционов прежде всего продавая их есть еще супер маркетмейкеры а может быть один маркетмейкер такой как goldman sachs цели которого несколько иные не поддерживать ликвидность рынков поддерживать сам рынок в данном случае фондовый рынок соединенных штатов поскольку это можно считать задачей класса национальной безопасности то есть в какой-то момент рынок что мая начал очень быстро расти причем они просто начинают скупать ну ключевые скажем так активы голубые фишки индексы при этом ранее проданные по роботам эти же активы они начнут закрываться маркетмейкеры среднего звена и тем самым начинают толкать рынок вверх-вверх то есть закрывая выкупая ранее проданные активы вот это как бы версия опционная версия как может быть при больших колебаниях то есть рынок доходит до уровня большого маркетмейкера который просто тупо начинает все покупать и финансов у него не ограниченное количество учитывая что там федеральная резервная система за этим стоит как это можно использовать на торговые идеи потому что такие случаи бывают редко и на них уж точно рассчитывать не надо лучше рассчитывать на то что рынок в основном как S&P здесь телепается в каких-то диапазонах но вот я не на S&P это буду рассматривать а на подобном индексе xlf финансовый сектор открытый интерес у него очень большой поэтому с ликвидностью проблем нету значит версия следующая что по крайней мере половина опционов которые мы наблюдаем в открытом опционе находятся на балансе маркетмейкеров скажем так среднего звена и это продажи поэтому интерес того кто продал опцион состоит в том чтобы рынок не сильно ушел в его проданный опцион либо вообще экспирировался за его пределами но они работают с многими страйками с разными месяцами поэтому у них очень сложная опционная позиция значит я вот этот скрин сразу вывел чтобы показать что по июню на ближайшем месяце всегда максимально открытый интерес по июню на xlf максимальный но это видно открытый интерес он с 10 по 20 страйк то есть дальше уже пошли вот эти хвосты маленькие сотни тысячи в то время как здесь сотни тысяч вот если посмотреть туда ниже выше 20 страйка да ну видно что здесь здесь тоже очень маленький скромно открытый интерес то есть первый шаг уделяется зона повышенного интереса маркетмейкеров это с 10 по 20 страйк то есть беру довольно широкую зону потому что сам 4 14 33 14 33 это значит с 10 по 20 и в окно не влезает и дальше надо посчитать где проходит центр тяжести потому что по разным страйкам разное количество путов и колов путов больше 2 миллиона этих около 700 тысяч то есть три раза меньше считается по страйкам тотально сумма колов и путов и потом высчитывается средняя как бы линия центра тяжести где находится средне взвешенное наибольшее количество опционов 14 60 но это было на 22 мая естественно что это средняя линия тяжести меняется но у нас меняется уже далеко не скачками значит предположение следующее что в этой зоне 14 50 59 плюс-минус конечно там допустим пару фигур а кстати это на графике можно видеть на вот этот горб но больше здесь значение путов меньше колов как бы максимальная гора по открытому интересу это где-то между 14 между тринадцатым до семнадцатым то есть совсем не надо 10 и 20 брать зону 13-17 может быть даже 14-17 к экспирации кстати говоря зона по всей видимости будет более острая вершина более узкая это значит что нам надо на ближайшем месяце такую позицию открыть что вот эту зону 14-17 перекрывать тут подходит календарный спред но это если благоприятна волатильность butterfly не покроет либо диагональный ну диагональный легче всего значит обращу внимание июля не все страйки котируются потому что вчера первый день сегодня я думаю они начнут котирует 11 10 то есть ну как вариант 13 продаем 12 покупаем где там у нас . ну да он почти перекрыл эту зону то есть если еще немножко поймать соотношение опционов то она и перекроет вот эту зону предположение что курс экспирируется в зоне максимального открытого интереса проданных опционов маркет-мейкерами вот такое соображение 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 вот такое соображение